Добрый вечер. Сегодня я хочу вам показать как сделать вот такие веточки для композиций. Видите, получаются они такие резные. Опять же мы не будем практически использовать ножницы, если сделать такую веточку, допустим, вот таким образом. Видите, как оживляется композиция сразу. Итак, с чего начнем. Начнем мы с литонов. Для этого нам нужно будет взять проволоку. Примерно длина проволоки должна быть не более 6 сантиметров. Где-то от 4 до 6. Отрезать можно по-разному. Проволоку я использую вот такую. Она продается в кабелях, в электромагазинах. Видите, я путем того, что разрезаю с одной стороны ножиком, просто освобождаю проволоку и ее использую. Берем проволоку, отрезанную на кончике. Кончик самый загибаем. Тут буквально нам нужна петелька. Это где-то 2-3 миллиметра всего небольшая. Далее берем тейп-ленту и накручиваем сначала с этой самой петельки и вниз. Тейп-ленту я режу на 3 части. Для таких маленьких деталек лучше подойдет узкая. Далее беру белую акриловую краску. Вот смотрите, я выбрала цвет, что он у меня будет полностью, вот эти цветочки будут беленькие. Есть такие соцветия, я не помню как они называются, но вот у 1000 листника вот такие вот соцветия с помощью ножниц делать это очень долго. А вот видите, в виде вот таких вот как бы снежинок я не видела еще дыроколов. Поэтому я вот решила сделать по своему методу. Берем белую акриловую краску и нам нужно на кончике сделать как бы тычинку. И обмакиваю в краску буквально вот кончик тут получается 2-3 миллиметра, не больше. И во что-нибудь втыкаем. Я использую пенопластовый кусок пенопласта. Втыкаю и оставляем на просушку. Далее, теперь мы будем делать вот эти соцветия, сами цветочки. Для этого вот как раз очень хорошо подойдут различные обрезки. Как я уже ранее говорила, что выкидывать обрезки не нужно. И вот тут они как раз и пригодились. Мы будем вырезать кругляшки разной формы, вернее форма одна, круг разного размера. Ну, допустим, вот такой вполне достаточно. Так, это у нас получилось 1 сантиметр 3 миллиметра. Можно делать чуть побольше. Так, теперь нам нужен выжигатель. Обыкновенный, простой выжигатель. Если у кого есть, знаете, такой китайский выжигатель, который с различными насадками меняется, то возьмите насадку, которая вот, там такая вот продольная, с узенькой, она вполне подойдет. У меня вот такой выжигатель, вот видите, такой, типа советского. Вот, теперь он у меня нагрелся. Видите, я отрезала, я бы не сказала, что он у меня, кружочек получился очень ровненький, ничего страшного. Так, как при обработке выжигателя форма у меня будет все равно меняться. Теперь нам нужно будет сделать насечки по кругу. Делать таким образом, чтобы у нас в серединке оставалось где-то 2-3, ну, 3 лучше, площадка размером 3 миллиметра. Делаем один, допустим, коротенький, один длинненький. И так по всему кругу, видите, получилась такая снежинка, не снежинка, такая лохматенькая снежинка, можно сказать. Кстати, очень хороший способ наделать снежинок вот на следующий Новый год, маленьких очень, потому что вот таких узорчатых дырколов я вот не видела, чтобы они такие были, они были довольно-таки простые. Вот, можно делать еще меньшего размера. Итак, берем наш литончик, правда он у меня еще не застыл, кончик, я вам просто покажу, как собирать. То, кстати, разницы не будет, какой стороной вы будете прикреплять на литон. Вот как получается. Протыкаем в серединке и поднимаем до самого конца, до того, чтобы у нас вот эта зелененькая закрылась. Все. Потом, затем берем, лучше взять секундный клей и вот этот вот низ самый, вот цветочка, чуть-чуть совсем вот, где у нас цветочек соприкасается с стволом, чуть-чуть подмазать, чтобы уж точно он у нас никуда потом не уехал. Как видите, все довольно-таки просто, просто и быстро. Единственное, тут немножко подольше получается обматывать тейп-лентой литончик. Это самый долгий процесс. Итак, осталось нам только собрать наши цветочки. Вот я, видите, тут уже собрала по несколько. Собираем обычно где-то от трех в кучку до четырех. Берем тейп-ленту, где-то же цвета, как мы делали. Видите, она у меня разрезана, видите, как узенько. Это получается на три части. Цвет тейп-ленты выбирайте сами, тут нету определенного, что конкретно вот такого цвета должно быть. Так же, как и цветочки. Можно делать любого цвета. Тычинки эти делать, допустим, желтенькие, синенькие, любого цвета. Ну вот я выбрала, почему вот такие. Я говорю, что вот, кстати, хорошо будут смотреться розовые. Розовые, причем, чтобы оттенок был у цветочков один, а у тычинки другой немножко отличался. Вот будет похоже на цветочки соцветия тысячелистника. Вот берем мы тейп-ленту, мы ее немножко растянули. Собираем вот тут четыре цветочка и обматываем, собираем в кучечку, веточку в одну. И немножко не до конца. Главное, чтобы у нас веточка как бы собралась. Получается, мы вот буквально тут чуть больше сантиметра обматываем тейп-лентой, чтобы у нас получилось вот такое соцветие. Немножко раздвигаем. Так, теперь будем начинать собирать. Берем, где у нас поменьше были цветочки. Приматываем тейп-ленту и начинаем собирать в кучку все это в одну ветку. Сразу же тут немножко отгибаем, потому что тут у нас довольно-таки толстенькая веточка получилась. Чтобы потом не мучиться с отгибами с этими. Делаем чуть-чуть ниже. Нам нужно, видите, чтобы у нас получилась вот такая вот густой кустик. Также можно собирать, допустим, всего по три таких веточки. Три-четыре небольшие кустики делать. И присоединять их уже к самому, к самой композиции. Так, и еще покажу один немножко нюанс какой. Так как, когда мы собираем, видите, получается толстенькие веточки, у нас внизу остается очень короткий черенок. И нам не очень удобно будет его потом собирать. Поэтому нам нужно взять кусок проволоки. Я возьму некоторые вот, допустим, сколько тут у меня. Двадцать, чуть больше двадцати сантиметров. И соберу ее, чтобы она у меня была такая довольно-таки толстенькая, упругая. Вот, сложу ее в четыре раза. И скручиваем. Это мы сделаем дополнительный ствол. Вниз. Для этого Одно из веточек, которые мы будем собирать в каждый кустик. Сначала мы обматываем, как обычно. Собираем веточку. Затем нам нужно добавить вот эту вот проволочку немножко пониже. Мы ее также приматываем. Приматываем таким образом, конечно, чтобы у нас ничего не было видно. Прокручиваем. Вот мы сделали такой черенок. Видите, подлиннее получается. Это у нас будет как бы крепление. И когда мы уже, видите, получается, будем заканчивать, веточку собирать, мы черенок прикрепим к низу. И у нас будет длинная веточка, как нам нужно, чтобы нам было все-таки удобнее. Вот видите, тут у меня получилась короткая, поэтому я сделаю еще одну веточку и примутаю ее сюда. Вот я приматываю с длинной черенком, чтобы у меня потом не было проблем с креплением. и тут уже получается обматываю нашу веточку практически до самого конца. Вот и все, видите, получилась такой кустик на длинной веточке, которую удобно будет собрать. Тут я сделаю еще одну веточку и получается вот таким образом. Допустим, вот этот мы вставляем тут сбоку, тут можно где-нибудь спереди вставить и тут, кстати, можно вот эти вот понемножку тоже вставить, но не забывайте про длинные черенки делать. Вот и будут смотреться очень живо, очень хорошо. Поэтому, видите, кустики эти собирать нужно все-таки по разной форме. Также окружность вот этих цветочков, видите, я сделала очень довольно-таки мелкие, мне вот захотелось именно вот, именно такие сделать, да. можете брать побольше окружность. Ну вот, я вам сегодня показала небольшой мастер-класс, как сделать вот такие веточки. Может кто-то скажет, что это похоже на гипсофилу, но, конечно, это не совсем она. Сборка только похожа, а цветочки совершенно другие. Ну вот, наш мастер-класс готов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok